Сегодня мы с вами встретились для того, чтобы понять, как лучше сформулировать свою научную мысль В виде публикации статьи в научном журнале Давайте я представлю вам своих коллег Нас сегодня четверо Наталья Владимировна Мешкова заведует всеми нашими журналами фактически Потому что заведующий сектором научной периодики Московского государственного психолого-педагогического университета Доцент кафедры, социальный психолог Вот все ниточки журналов у нее в руках Да, я начну с себя Шведовская Анна Александровна Тоже доцент, возрастной психолог по, скажем так, содержанию своему научному Но я начальник управления информационными издательскими проектами Здесь, соответственно, журналы, издательские платформы Частично вот это все моя сфера деятельности Виктория Викторовна Пономарева Руководитель, представитель фундаментальной библиотеки нашего университета И руководитель всех электронных ресурсов Электронной библиотеки То есть вот все базы, на которые подписан зарубежный и отечественный наш университет Сама электронная библиотека в том виде, в каком существует она в МГПП Это вот все плод рук Виктории Викторовны и ее зона ответственности И Татьяна Олеговна Арчакова Наш, в общем-то, консультант, выпускница в свое время И такой, скажем так, систематический коллега, помощник Человек, который делал в свое время не один журнал тоже своими руками А занимается профессионально обучением академическому письму Вот тоже здесь присутствует Чем занимаются наши университеты Какие возможности есть у вас, как у молодых ученых, которые в этих стенах находятся Значит, Московский государственный психолого-педагогический университет Является издателем 13 журналов научных и научно-практических У меня к вам вопрос Вы, хоть и молодые и прекрасные Имели опыт подачи статей в какие-либо журналы уже? Или для вас? Да А в наши журналы? Нет Ну, значит, наверное, эта информация будет для вас полезна Потому что для того, чтобы сориентироваться, куда лучше направить свои стопы и свою статью Лучше понимать, какие возможности есть Вот давайте у тех, у кого есть компьютер Там есть интернет Мы наберем с вами портал психологических изданий SideJournals SideJournals.ru Да, вот можете расшаривать компьютер между собой Если вы вторую вкладку сверху Нажимаем Первую Каталог изданий, в общем Первая вкладка, каталог изданий, да? Насколько я помню Вы увидите все журналы, которые издают МГПП и более того Значит, 13 изданий Из них есть электронные, есть печатные Мы до сих пор держим такой формат, как печатные в бумаге, да? Журнал, то есть если вы попадете когда-нибудь на странице печатного издания И подпишетесь на него То у вас будет шанс подержать свою публикацию в бумаге Так гордо и приятно Это гордость и приятные ощущения Поверьте, не уходят вплоть до сидин и академического состояния Да, когда тоже академик всеми заслужен Всегда хочется подержать свою публикацию в руках Поэтому вот мы держим этот формат печатных изданий тоже Давайте немножко пробежимся по всем 13 изданиям Вот если на экран ваш обратиться Не на презентационный, а на ваш, на side journals Значит, есть два издания Психологическое наукообразование и психолого-педагогические исследования Которые вам напрямую наиболее близки Должны быть, потому что это тематика Связанная с образованием так или иначе То есть здесь и педагогика может быть И педагогическая психология И возрастная психология И любые аспекты исследования, образования Ну, по которым, собственно, вы, наверное, и работаете Значит, в чем специфика каждого из изданий? Первое издание Психологическое наукообразование У вас буклеты есть, поэтому у вас это останется И с собой несете это знание Скажем так, первое издание Это психологическое наукообразование Старейший журнал нашего университета Входит во всевозможные базы Об этом мы с вами поговорим чуть дальше И, соответственно, выходит шесть раз в год Казалось бы, ну, может быть, туда попроще Как-то войти Он имеет печатный аналог Но это не так Потому что это флагманское издание университета Там под большой такой вот лупой Рассматривают пул рецензентов Каждую из потенциальных публикаций Поэтому, чтобы направить стопы В психологическую наукообразование Нужно очень хороший текст иметь Значит, второй Ну, вообще, это ко всем журналам нашим относится Но вот такая здесь специфика Значит, там в номере порядка 10 статей 10-12, поэтому тоже нужно рассчитывать Да, каждый выпуск лимитирован И очередь Наталья Владимировна будет говорить О том, как подавать статьи Как они должны быть оформлены И так далее Но вот забегая вперед Скажу, что очереди в вот эти издания У нас примерно год То есть, если вы планируете публикации А в этот журнал еще больше даже бывает Если вы планируете опубликоваться Нужно очень заранее подумать Если вы не попадаете, например В какие-то тематические номера Анонсы тематических номеров Мы публикуем в новостной ленте Вот здесь же на сайт-журнале Потом вы можете посмотреть То есть, ну, журнал анонсирует Что в этом году мы хотим там По девиантным подросткам что-нибудь такое Да, но я сейчас условно это говорю Если вы видите такую вещь Ну, вы, наверное, понимаете, да Что нужно и в ваша эта тема Попытаться вскочить в этот проходящий Мимо вас плейст А так, в принципе, время ожидания год Если не больше Журнал психолого-педагогические исследования Более такой гибкий Он электронный Там может быть большее количество Публикаций в номере И так далее И он больше ориентирован как раз На молодых исследователей И, соответственно, с этой позиции Редакционные коллеги И рассматривают публикации Потенциальные публикации Поэтому, наверное, наш совет Начать с этого журнала При подаче статьи Если у вас тематика Исследования образования И всего, что с этим может быть связано Дальше пробежимся по журналам Культурно-историческая психология Если вы чуть экран поднимете Культурно-историческая психология Второй наш флагман Существует с 2005 года Но он очень такой узкоконцептуальный Это исследования Выполненные в русле Культурно-исторической психологии Журнал тоже Скажем так Очень тщательно Смотрится членами Редколлегии Все у нас Редколлегии Действующие Активно Включенные В жизнь журналы Это не просто какая-то Номинальная группа Товарищей Которые где-то там Заседают На Олимпе Или не заседают На Олимпе Но там в общем как-то обитают Нет Это реально рассматриваются Все статьи На заседаниях Все такое То есть вот если мы выбираем Культурно-историческую психологию То мы здесь понимаем Что все что в русле Культурно-исторической психологии Не просто там Выгодского три раза упомянуть Процитировать А именно Должно быть в парадигме Выполненное исследование Естественно Вы как исследователи Понимаете в каких парадигмах Вы работаете Вот если у вас Культурно-историческое Можете попробовать Туда подать Тщательно рассмотрят Тоже может быть Полгода и больше Статья Будет И рецензирование проходить И Редколлегия рассматриваться Но Качественное Хорошее исследование В русле Культурно-исторической психологии Сразу подавать лучше туда Даже пусть и на Об образовании Или о чем-то еще Дальше Еще Экспериментальная психология Серенький такой Журнал Вот он третий На моем слайде У вас чуть пониже будет Это Журнал Такой Политематический Но Для тех исследований Где есть эксперимент Не эмпирическое исследование А эксперимент Вот если у вас Хороший Эксперимент Тоже Неважно в какой области Можно подавать Это туда Там Главный редактор Барабанщиков Наш Скажем так Руководитель Института Экспериментальной психологии Такой Очень известный человек Может быть Слышали И Время ожидания Тоже Длительное Но Стоит того Игра стоит свеч Дальше Быстренько Если то У нас есть Журнал Социальная психология И общество Черненький Такой Да Это Журнал Социальной психологии Собственно Название Говорит Само за себя Наталья Николаевна Толстых Главный редактор То есть Если у вас Социальная тематика И на этот год У них Тоже Тематические номера Расписаны Поэтому Приглядитесь К журналу Если вдруг У вас есть Потребность Именно В социальной Направленности Какой-то Вот туда Можете Посмотреть В ту сторону Консультативная Психология Это Серенький Такой Тоже Журнал Журналы 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 Если есть Вопросы По этому Журналу Виктория Викторовна Может Подробнее Рассказать Потому что Виктория Викторовна Имеет К этому Отношение Кстати К трем Журналам Психологическая наука Образование Культурно-историческое И психолого-педагогическое Исследование Имеет Отношение Наталья Владимировна Мешкова Поэтому Все вопросы Можете Так Канализировать Конкретным Персонажем Язык И текст Песник И моделирование Анализ данных Ну Все само за себя Лингвистика Большая Да Практическая Сторона Службы В образовании И Математические Модели Ну Такой Совсем У нас Хитрый Журнал Есть Который Факультет Информационных Технологий Издает Моделирование Анализ Данных Вот если у вас Есть какой-то Такой контент Тоже туда можно Направлять Вот сейчас Стал выходить Четыре раза В год Вместо Ежегодного Выхода Который был До прошлого Года И отдельно Стоящим Я бы Сказала Таким Узко Тематическим Это Аутизм И нарушение Развития Если у вас Материалы Посвящены Раз Расстройство Аутистического Спектра Можно туда Направить Но Сейчас мы Перейдем К следующему К следующему Такому Акценту В какие базы Какие журналы Входят Вот здесь Вот таким Пунктирчиком Разноцветным Примерно Я Мэриал Того В какие базы Входят Какие журналы Осветили ВАК Да Для вас Как для Может быть Аспирантов И Тех Кто На защиту Готовится Важна Именно Эта категория Да У нас Девять журналов ВАК Наверное В скопус Один журнал Входит Культурно-историческая Психология И вебов Сайенс Семь Вот красненьким Они Означены Культурно-историческая Психология Входит И туда И туда Соответственно Вот четыре журнала Которые у нас Ниже Тематические Хорошие Тоже старейшие Но они не входят Пока Не в одни базы Хотя хорошо Индексируются По большей части В российском индексе Научного цитирования То есть Как цитата Как публикация У вас Это все Засчитывается Зачитывается И так далее Давайте дальше Ну вот вопрос Да Такой Сакраментальный Ну на него Вы наверное Уже можете Ответить После моего Вступления Престижно Ли это Да Конечно Потому что Мы же не стоим На месте Ну вот Есть у нас Журнал И все Мы их Улучшаем Продвигаем У нас Единая редакционная Политика Которая мы Скажем Ниже И вот Все наши достижения В этой ромашке Отображены То есть Какие базы Куда Журнал Входит Все В количественном отношении Есть И Буклет у вас В руках Значит И Мы с этого Начали Что все Журналы У нас Размещены В свободном Доступе На портале Психологических Изданий То есть Всегда Любой контент Из любого Архивного номера А для чего Это нужно Сейчас тоже Мы с вами Чуть дальше Поговорим Можно найти На портале Который мы же Как университет И делаем То есть Сам себе Сапожник Портной И все такое Значит Медленно Но верно Мы приближаемся К интересному Которая Перехватит Потом Наталья Владимировна Но Вопрос О том Как журналы Устроены Мы с вами Поговорили О тематике Журналов Об их Специфике А что Их Объединяет Помимо того Что все Психологии Объединяет Их Очень Простая Вещь Это Общая Редакционная Политика Какие-то Принципы Общие Которые Очень Важны И для Авторов И для Рецензентов И для Издателей Принципы Эти Дают Преимущество Преимущество Третий Дубль Всем участникам Процесса И Авторам И Издателю И Редакционным Коллегиям И Рецензентам Значит Какие Это правила Вот Вернее Какие Это Преимущества И Принципы Значит У нас Есть Единое Руководство При подаче Статей То есть Неважно В какой Журнал Вы Не Подали Есть Единое Руководство Вот У кого Открыт Портал Нажмите На Закладочку Автора И Вы Увидите Ровно То Что Мы Вам Просто На Бумаге Перед Занятием Распечатали И Пускаем По рукам Но Вы Это Увидите Нет Не Авторы А Авторам Зелененькое Такое Да Вот Значит Тут Есть Руководство Его Можно Скачать Если Вы Чуть Поднимите Сюда Вернее Опуститесь Вот По центру Да Там Есть PDF Файли Которые Можно Скачать Всегда Посмотреть По каким Требованиям По каким Правилам Живут Наши Журналы Это Единые Требования Единые Правила Единственное Чем Различаются Различаются Журналы Это Объемами Допустим Журнал Культурно-историческая Психология Принимает До 40 Тысяч Знаков То есть Это Могут Быть большие Статьи А все Остальные Ограничены Объемами До 23 25 Тысяч Знаков С Пробелами Ну так Проще Считать Нам И вам В Варде Смотрите Ну как Считать Знаки Вы знаете В Варде Смотрите Статистику И Знаки С пробелами Это То Как раз Что Вам Нужно Единственный Журнал Это Культурно-историческая Психология Которая Принимает Большие Статьи Все остальные Это Среднестатистический Объем Следующий Момент Который Объединяет Журналы Во всех Изданиях Университета Двойное Слепое Рецензирование То есть Когда вы Подаете Статью В редакцию Присылаете Ее по почте Звоните И говорите Здравствуйте Уважаемая Редакция Получили ли вы Мою статью И так далее Когда вы Подаете Статью По почте Присылаете В редакцию Ее направляют Если она Соответствует Требованиям Двум Рецензентам И рецензенты Не знают Кого они Читают И соответственно Вы можете Запросить Рецензию И не узнаете Кто читал Вас То есть Это и есть Система Двойного Слепого Рецензирования Имейте ввиду Что вот эта Система Двойного Слепого Рецензирования Наиболее Общепринятая В мировом Издательском Деле Научной Переодике И наиболее Позволяет Снять все Нюансы Предвзятости И прочее То есть Мы эту Систему Ввели Для всех Журналов Это работает Дальше Все Журналы Все статьи Публикации Проверяются В системе Антиплагиат ВУЗ И Процент Заимствования Не должен Вернее Процент Оригинальности Не должен Быть ниже 75 То есть Оригинальный Текст 75 Вы можете Включить Какие-то Ссылки На Свои Оформив Это как ссылки На свои Предыдущие Там может быть Тезисы Или какие-то Публикации Свои И не свои Но Оригинального Текста Не должно Быть Меньше 75 И мы Это проверяем В системе Антиплагиат ВУЗ В которой Включены Все наши Редакции Без Исключения Дальше Ну Из таких Приятных Фишек Но Которые Стоят Денег Для Издательства Это У каждой Статьи Есть ДОИ Это Такой Цифровой Номер Чтобы Ваша Публикация Когда она Станет Публикацией Не потерялась Через Годы И так Далее Такой Статичный Номер Ей Приписывается И все Базы Международные Российские И прочее Вот по этому Номеру Всегда Будут Вычислять Иванов Иван Иванович Вот Автор Такой-то Публикации Всегда Не потеряетесь И публикация Будет всегда За вами Это Такой Плюс За который Который Реализуют Тоже Все Крупнейшие Издательства И мы В том числе Дальше С авторами Заключается Лицензионный Договор В котором Оговариваются Права Ну Это Такой Когда дойдете До этого Этапа Будем рады С вами Заключить Лицензионный Договор По которому Будем продвигать Публикации Размещать В сети Интернет В какие-то Сборники Собирать Тематические И так далее То есть На благо Вас и нас Работать Вот как раз По лицензионному Договору Размещение Выпусков Журнала В свободном Доступе Открытые Права Open Science Мы тоже На острие Можно Использовать Всячески Да Партнерские Программы У нас Есть То есть Мы На Журналы Подписаны Крупнейшие Девелоперы Что ли Разные Доступа К научной Периодике Мы Не только Через Сайт Журналс Но и через Другие Платформы Распространяем Журналы Google Сколер У нас Тоже Интегрирован Ресьючер Ну и так далее То есть Остальные пункты Касаются Того Что мы делаем Дальше С вашей Публикацией Это Немаловажно Потому что Публикация Ради самой Публикации Ну это Как-то такая Мотивация Не очень хорошая А когда Я публикуюсь Для того Чтобы О моем исследовании Узнал кто-то И узнал Максимально Эффективно И широко О том Чтобы получить Цитирование Моих мыслей Моего исследования Мои публикации Вот для этого Просто опубликоваться Мало Нужно Проделать Еще Ряд действий Желательно Проделать Если вы думаете О таком Постпродакшене Как мы это Условно Называем Об этом Я чуть-чуть Начну говорить И дальше Может быть Тоже Мои коллеги Продолжат Но Мы этим Занимаемся Системно Вот если Тоже вы Откроете Социальные сети Внизу На портале Сайджонус На сереньком Футере Указаны Например Наши социальные сети То есть Мы регулярно Отдаем Сети Весь тот Контент Который Публикуется Но Более того Эти социальные сети Есть такое понятие Альцметрики Альтернативные Метрики Эти Отклики Отзывы Расшаривания Лайки Считаются Достаточно Серьезными Людьми Которые Оценивают В том числе Научный контент То есть Насколько Широко Разошлась Ваша мысль В том числе И по социальным Сетям Не говоря уж Об академических Социальных сетях Это тоже Важно И нужно И мы над этим Работаем Более того Мы придумали Такие форматы Как например Подкасты Если вы Заберетесь На главную страницу Сайтжонлс.ру И В правый Верхний угол Посмотрите Там есть такая тема Как подкасты Мы С авторами Придумали Такой проект Когда Выходит Статья И автор Если кликните На подкаст Увидите Как это Живет Смотреть Допустим Или слушать Прямо Кликайте Там без регистрации Все это можно сделать А потом Можно скачать И послушать Сайтюнса Допустим Или с подкастера У себя На телефоне Автор Рассказывает О своей публикации То есть Когда вы Станете Нашим автором А я на это Очень надеюсь И вам Этого Авдеевы И так далее Все вам известные люди Рассказывают О своих исследованиях Это тоже важно И вам Может быть Как молодым Начинающим Послушать Это Интересно будет То есть Как рассказать О своем Исследовании На что сделать Акцент Как построить Своё выступление Вот там Это тоже Можно И в таком Самообразовательном Контексте Послушать И в том Что вот Такой проект Существует Чем-то Он вас Может тоже Заинтересовать И еще Каждая Публикация На любую Кликните А это можно сделать Допустим Выйдя на журнал На любой И открыв Архив Выпуски Да И любую Публикацию Если вы откроете То вы увидите Давайте Кстати Это проделаем Значит Если вы вышли На журнал А сбоку Там есть архив Да Выпуски Вот на любой Выйдите И вы увидите Содержание Кстати Любую Откройте Тоже Статью И вы Видите Вверху Рядом С названием Количество Скачиваний То есть Это тоже Альтметрика Которая Говорит О востребованности Журнала Сколько раз ПДФ Сколько Время Сколько раз ПДФ Статьи Интересующийся Читатель Скачал Иногда Это очень Такие Запредельные Цифры Если В футере Вы посмотрите Топ авторов Как раз Можно увидеть Сколько Футере Портала Сколько У нас Какие звезды Топ 20 авторов Которые Наиболее Востребованы Читателем Вообще За все время Подсчетов На портале Произошло Здесь же Если не уходя Со странички Статьи Вы можете Видеть Очень Интересную И приятную Опцию Которая Вам поможет Ссылаться На публикации Которые Вам понравились Чуть-чуть Поднимаем Там есть Вернее Опускаем Там есть Ссылка Для цитирования После Аннотации Вот есть Такое Окошечко Скопировать Ссылку Для цитирования Она сделана По всем Библиографическим Требованиям Просто Делайте Копи-паст И к себе В список Литературы Ну все И никаких Проблем У вас Не возникнет С правильным Цитированием Вот Это что Касается Поиска Здесь же Тоже Есть И по ключевым Словам Поиск И по авторам И как угодно Ну вот Из Такой Если краткий Экскурс То как Живут Статьи Нашего Нашего Издательства Статьи Журналов Нашего Издательства Это здесь Давайте Дальше Значит Вот я Немножечко Дальше Сказала Что Просто Публикации Мы не Ограничиваемся И более того Еще до того Как вы Станете Автором А может быть Вы уже Стали Автором Тезисов Или Статьев Других Журналах Начинайте Уже Путь Брендирования Собственного Научного Эго Собственного Бренда Построения Собственного Бренда Как исследователя Ученого Есть ряд Тут только Некоторые Из них Ряд Ключевых Порталов Платформ Которые Прямо Вас ждут С вашими Публикациями С вашими Идеями Ну Google Сколор Вам Всем известно Где можно Искать Академические Тексты Да Это Первое Google Сколор Заведите Там свой Профиль Можете Подписываться Там На интересующие Темы То есть Не обязательно Прямо быть Сразу Автором Автором А там Можно Сделать Себе Подписочку И вам Будет Предлагать Сколор Что-то Интересное По вашей Теме Регулярно То есть Вы делаете Себе Профиль Подписываете Все это Бесплатно Все это Доступно И вам Будет Пища Для Размышления Кота Интерактива Может быть С авторами Тех Уже Публикаций Которые К вам Упали Как Интересующие Вас Дальше ResearchGate Вот Крайне Желательно Чтобы вы Там Оказались Там Можно Зарегистрироваться С помощью Кнопок Социальных Сетей Ничего Страшного В этом Нет Не Нужно Никакой Страшной Регистрации Ресурс В принципе Закрыт Но Нужно Просто Пройти Регистрацию Чем Интересен Этот Ресурс Там Тоже Есть Коллаборативные Связи Между Исследователями Вам Интересна Психология Одаренности Или Психология Социального Сиротства И вы Там Всегда Найдете Себе По Большей Части Зарубежных Коллег Которым Внутри Этой Секции Всегда Секции Ресурса Платформы Всегда Можно Обратиться И Активно Коллеги Наши Будь Они Трежды Звездами Отвечают Всегда Можно Написать Господин Смит Можно Познакомиться С этой Статьей Меня Она Заинтересовала Вашей Или Может быть Что-то Новенькое У вас Есть Под Такой Теме И вам Ответят Вам Пришлют Так Вот Можно Искать И Публикации Интересные Возможных Соавторов Или Соратников По Исследованию Ресерчер ID Скопус ID Это Такая Большотехническая Вещь Там Нужно Будет Зарегистрироваться И Скопус ID Это Автоматическая Регистрация Там Когда Вы Станете Автором Журналов Входящих Вебов Санс Или Скопус И Паблон Паблонс Тоже Да Я Менделей Пропустила Посмотрите Все эти Ресурсы Просто Себе Зафиктируйте Менделей Это Тоже Хорошая Платформа Для Поиска Текстов Самопрезентации Это Все Академические Сети Это Не Просто Фейсбук Или Вконтакте Хотя И через Фейсбук И Вконтакте Тоже Можно Продвигаться Академические Сети И Паблонс Это Поиск Потенциальных Рецензентов То есть Вы хотите Обкатать Какую-то Свою Идею Публикацию На Каких-то Может быть Товарищах Хороших В Паблонс Регистрируются В основном Те Кто Позиционирует Себя Как потенциальные Рецензенты Это Зарубежные Коллеги Так Делают И Вы Можете Зарегистрировавшись Там Посмотреть Ага Вот В этой теме Вот эти 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 Себя В Паблонс Разместили А может Я напишу Ему Пусть Он посмотрит Мою публикацию То есть Паблонс Это Поиск Международных Рецензентов Это Вопросы По этому Слайдику Это Давайте Выше Значит Моя часть На этом Закончилась Если Есть Вопросы Потому что Я тут Сказала Вам Задавайте Если Нет Мы Перейдем К следующему К следующей части Я передаю Слово Наталье Владимировне Мешкова Которая Вам как раз Расскажет Про Требования К статьям Про наши Стандарты Издательские Про то Как нужно Писать статьи Спасибо И как нужно Их оформлять Уважимые коллеги Я бы сейчас Хотела попросить Обратно Правила И Которые я потом Отдам вам А вы можете Вы можете Открыть их В компьютере Навсегда И я попрошу вас Вернуться На портал Психологических Изданий И открыть Вкладочку Которая Называется Авторам Открыли? Вот это Собственно говоря То что Вы сейчас Смотрели Все эти Правила Размещены На портале Психологических Изданий Но сначала Я хотела бы Задать Один вопрос Скажите Пожалуйста Мы вам Высылали На вашей почте Руководство По подготовке Публикаций И просили Ознакомиться С ними Кто-то Ознакомился? Есть какие-то Вопросы? Какие? У меня есть Вопросы Можете Микрация? Мне Меня зовут Петр И у меня Есть вопрос Про мою Статью Потому что Я не смог Справиться С тем Чтобы понять К какому Типу Статья Она Относится Это сейчас Спрашивать Или потом Давайте Мы об этом Поговорим Позже Сейчас Об общих Правилах Оформления Меня зовут Маргарита Я по поводу У меня тоже Ряд вопросов Есть Но по поводу Оформления Подскажите Нигде не нашла Как указывать Двойную Афилиацию Автору Если автор Допустим Работает в одном Университете И является Аспирантом Другого Обязательно Ли Выбирать Потому что В зарубежных Журналах Обычно Указывают Две Здесь Я может быть По невнимательности Спасибо Хорошо Спасибо за вопрос В процессе Нашего разговора Я на него отвечу Вот сейчас Я предлагаю вам А Первое Но к сожалению Оформление Статьи Это очень важная вещь И она требует Очень большой Внимательности Поэтому я хотела Сначала задать вам Вопрос Что такое Внимательность Скажите пожалуйста Наверное Учет всех правил Ну обычно Когда у детишек Спрашиваешь В школе Что такое Внимательность Они отвечают Это значит Слушать учителя На уроке А одаренные Детишки Отвечают по-другому Они говорят Что Внимательность Это когда Ты думаешь Над тем Что делаешь И это очень важно И при Работе С нашим руководством Нужно быть Очень внимательным Чтобы правильно Оформить статьи Если вы посмотрите На эту первую страничку В которую вы вошли Автором Там написано Руководство А если вы прокрутите Вниз То там есть Инструкция И написано Стилевой файл Для печатного журнала И стилевой файл Для электронного журнала Вот я хочу Обратить ваше внимание Что Печатный и электронный Журнал Или сетевой Оформляются Совершенно по-разному И это важно Учитывать Вот если сейчас Ну то есть Там есть инструкция И при оформлении Нужно пользоваться Инструкцией И тогда вам все Будет понятно Как оформлять Значит что в статье Должно обязательно Присутствовать Конечно же Название Да Название статьи Сведения об авторах Сведения об авторах В печатном И в электронном журнале Указываются по-разному И это вы увидите В стилевых файлах Что касается Двойной аффилиации Указывается Через точку с запятой Значит если вы Допустим Иванов Иван Иванович На следующей строчке Идет аффилиация Там допустим Доцент Кафедры такой-то Университета такого-то Все в именительном падеже Точка с запятой И вторая аффилиация И указывается Имейл Но опять же Просто повторяю Еще раз Что Печатный журнал И электронный журнал Оформляются Совершенно по-разному И в чем же Различие В печатном журнале Сведения об авторах Указываются дважды В коротком варианте И в полном варианте В электронном журнале Кроме того Что он оформлен Совершенно по-другому Потому что авторы Фактически верстают Свою статью сами То там сведения Указываются Тоже по-другому И если Вы можете просто Сейчас войти В стилевые файлы И то что вам непонятно Будет Задать вопрос Вошли? Можно вопрос? Да Меня Ольга зовут И в той и другой Статье Есть Ссылка Не ссылка А описание Финансирование Да Это касается Статьи Которые выполнены По грантам И здесь указывается Грант Ну это требования Там фонда Который спонсирует Да Исследования Также есть еще Такая вещь Как Благодарности В которых вы пишете Указывается Тех Кто вам помогал Допустим Если вы хотите Выделить особо Какого-то человека Который помогал вам В организации Или университет Который тоже Предоставил вам Какую-то базу Или школа Для проведения Исследования То это желательно Указать И это как раз Указывается В разделе Благодарность Которая Располагается После После текста Статьи Перед списком Литературы Если мы Вернемся К оглавлению То есть У вас слева На экране Представлено Оглавление И в этом Оглавлении Представлен Каждый раздел То есть Когда у вас Будет вопрос А как же Мне оформить Афилиацию То вот Пожалуйста Первый Раздел Общее положение И там Отдельным Разделом Выделено Правила Указания Афилиации Автора И выходных Данных Вы можете Всегда кликнуть На этот раздел И получить Всю необходимую Информацию Там же В этом разделе Представлены Основные Сведения О журналах Их адреса И требования К объему Печатных статей К объему Поступающих Рукописей Следующий раздел Касается Правил подачи Рукописи И здесь Очень важно Во-первых Статьи Должны поступать Целым пакетом Значит В пакете Обязательно Должна быть указана Присутствовать Опись Об описи Вы узнаете В пункте 2.1 Что туда Входит Должна быть Приложена Анкета Фото Автора И статья Еще раз Обращаю Ваше внимание Что никакой Уважающий себя Журнал Не примет Статью Если она Оформлена Не в соответствии С правилами Ее не будут Рассматривать Далее Ну здесь бы я просто Большую часть Занимает оформление списка литературы Вообще большую часть времени Занимает оформление списка литературы И транслитерация И вы тоже можете посмотреть В самом верху оглавления Мы специально вынесли Этот раздел Оформление списка литературы И транслитерации И я обращаю ваше внимание Что они оформляются Совершенно по-разному Тоже Там разные указательные знаки Указательные знаки Это указания На номер Журнала Страница Журнала Том Журнала А разделительные знаки Это точки Запятые Вот например И это очень важно Вот Виктория Викторовна Расскажет Почему это важно Почему важно Да? Вы расскажете? Не будете рассказывать? У меня не поверили Поверьте мне на слово Что это очень важно Так На чем я остановилась? На важности списка литературы На важности списков литературы Если вы войдете В эту ссылочку Оформление списка литературы То вы увидите Войдите пожалуйста туда Пошли? Да вы увидите Что сначала дается ссылочка А потом То есть сначала дается Оформление ссылки Из списка литературы А сразу же за ним Идет транслитерация И И вы увидите Что список литературы И транслитерированная ссылка Оформляется совершенно по-разному Но сначала Вам нужно Прочитать очень внимательно То, что написано Текст, который написан Перед Перед оглавлением По-моему Сейчас не помню Точно Спасибо большое Вот можно немножечко вверх Еще вверх Ага, да Это, нет, еще вверх Еще? Угу Сам начало Значит, как транслитерируется список литературы Список литературы Вот у нас здесь дана ссылочка К сожалению, она неправильная Это не та ссылочка, которую мы давали в окончательном варианте А это откуда? Это с сайта? Наизусть не помню Но мы в ближайшее время Просто вот сейчас Вот сегодня же заменим эту ссылку На Активную действующую Потому что На этой ссылке Транслитеру Нет того Мы транслитерацию делаем по Образцу Бесай Вот этот сайт не учитывает Это К сожалению И Да, мы сегодня же внесем исправление Значит В этот Сайт транслитерации Вы загоняете весь список литературы Нажимаете на кнопочку Транслит И вам выдается список литературы С которым вам нужно поработать Здесь написано, что конкретно исправить Так Если вы посмотрите Можно немножечко вверх? Кто вверх? Нет, вниз Вниз На оформление Да, какой-нибудь ссылочке Вот, остановитесь, пожалуйста Здесь Значит Чтобы было Ага Вот второй номер Статья Охутиной Татьяна Васильевна Вот вы видите, что Список литературы оформляется Таким образом Как представлено на сайте А транслитерации ссылки Оформляется совсем по-другому Но Значит, чтобы она приняла Законченный вид Вот как сейчас представлен С тем, что вы получите из транслита Нужно поработать Что конкретно сделать? Во-первых, заменить указатели страниц Заменить шрифты Убрать двойной флэш Двойной слэш Прошу прощения Вот на эти моменты Нужно обязательно обращать внимание И если будут какие-то вопросы То, пожалуйста, обращайтесь в редакцию Мы дадим квалифицированный ответ И теперь немножечко, наверное Основные моменты я указала Может быть немного О структуре Эмпирической статьи Статьи, посвященной И освещающей Эмпирическое исследование Вот если вы Вот я попрошу вас Вот что сделать Опять вернуться на портал Психологических изданий Там есть закладочка Авторы Просто мне удобно будет вам Рассказать структуру Эмпирической статьи На примере И этот пример Моя статья будет Которая была опубликована В электронном журнале Психолого-педагогические исследования Значит, нашли эту закладку Авторы Теперь в поисковую строку Пожалуйста, забейте фамилию Мешкова на русском языке И вот самая верхняя статья Значит, выскочил список Моих статей Нужно кликнуть Мешкова, НВ И самая верхняя статья Пожалуйста, войдите в нее Поведенческие особенности Негативной антисоциальной креативности На примере подростков Вот, пожалуйста, обратите внимание Это законченная статья Опубликованная Вот так должна статья И поступать к нам в редакцию Ну, без колонтитулов Без блока для цитат Значит, что в статье должно быть? Если вы подаете в электронный журнал Название статьи Авторы, фамилии авторов Их афилиация Эмейл Дальше идет аннотация В аннотации к эмпирической статье Хотя у нас очень достаточно подробно В нашем руководстве все описано И все требования И как пишутся аннотации Все там есть Но вот здесь обратите внимание Что должно быть в аннотации обязательно Ну, немножечко об актуальности Немножечко о том, что Какое исследование вы проводили Почему оно важно Какую выборку вы использовали Какие методы Какие гипотезы были И какие результаты были получены Вот здесь вот как бы Вот мы сейчас увеличиваем Объем аннотации до 200 слов Это практически полстраницы Где вы должны описать Все о своем исследовании Вы будете говорить об обзоре Правильно? Эмпирические статьи вы не касаетесь А давайте мы сначала Вот сделаем то, что вот я задумала Так, дальше идут ключевые слова О ключевых словах Достаточно подробно Тоже написано в руководстве Это то, как будут искать Как будут классифицировать Вашу статью И по каким словам Ее будут искать Можно, пожалуйста, выше? Нет, я все время путаю ниже Вот введение в проблему Значит, эмпирическая статья Подчиняется вот таким правилам Должна быть рубрикация В соответствии с правилами APA Которые тоже представлены В руководстве Достаточно полно Эмпирическая статья Должна иметь несколько разделов Значит, первый раздел Это обязательно введение в проблему Или введение В котором вы напишете все О чем Все, что сделано до вас Как бы кратенько И выходите на гипотезу Я правильно говорю? Да? Так Значит, вот такое вот у меня введение Было, вернее, не у меня А у моей эсперанки Значит, введение Ну и из Обзора литературы Мы вывели пять гипотез Которые и постарались Подтвердить В эмпирическом исследовании Значит, следующий раздел Если, пожалуйста, вниз Спасибо Программа исследования Ну, вот я назвала это так Некоторые называют методы Метод и методики Значит, в программе исследования Вы, опять же, описываете более полно Выборку Этапы Исследования вашего Описание Использованных методов С ссылками То есть Инструментария Описание инструментария С ссылками Да А можно, пожалуйста Дальше Дальше идут результаты исследования Вот результаты исследования Это такая важная вещь Эмпирическое исследование Это не просто Вот показать проценты А нужно провести Статистическую обработку Может быть, не параметрические сравнения Там корреляция Регрессионный анализ провести Если вы Ищете предикторы Чего-то И соответствующим образом Эти результаты Нужно оформить В таблице Можно, пожалуйста, дальше Еще раз? Да, дальше Идем в следующий Интерпретация полученных результатов Значит Обсуждение результатов Обсуждение результатов Следующий раздел Обсуждение результатов Здесь вы должны Обсудить полученные вам результаты Сравнить С тем Что сделано другими Что нового Вы получили Что, может быть, не подтвердилось Вот здесь Вот вы должны об этом написать И объяснить А почему такие, собственно говоря, результаты Получились И что вы ждали Да? Затем Следующий Раздел Выводы И заключения Но здесь, по-моему, должно быть Все понятно Каким выводом вы пришли В результате Вашего эмпирического исследования И Здесь же В этом разделе Можно указать Какие были Я забыла, как это слово называется Недочеты Ограничения Ограничения исследования В чем они заключаются Здесь, кстати, в этой статье прописано Поэтому Можно ориентироваться При написании статьи Вот На эту вещь Ага Вот И Как бы Можно здесь же указать Что вы планируете Делать дальше И это как бы вытекает Из вашей эмпирики Что вот Хм А есть вот гендерные Или половые различия Можно Можно провести исследования Не на женщинах Или там девушках А есть вот возрастные различия И здесь как бы Вы вот Вот это указываете Ну и следующий Пункт В этой статье Ну и финансирование Если вы Работаете по гранту Да Список литературы Который оформлен В соответствии с нашими правилами Можно дальше Где перевод на английский язык Спасибо Далее В редакцию Вы прикладываете К своей статье Отдельным файлом Перевод на английский язык Метаданных Что такое метаданные Это название статьи Сведения об авторах Аннотация Ключевые слова Вот это финансирование Это все метаданные И вы должны представить Их перевод на английском языке Значит Перевод желательно вставить И в саму статью И привести И прислать в редакцию Отдельным файлом И далее Там заключительный момент Это Оформление Референсис То есть Транслитерация С переводом Источников На английский язык Вот это то Собственно говоря О чем На что я просила Обратить Ваше внимание При чтении руководства И при Ну да Ну на этом я закончу Если есть какие-то вопросы Пожалуйста Задавайте Кто-то пришел Со своими аннотациями Правильно Вы знаете Я думаю Что Может быть Мы Выслушаем всех Потому что У Татьяны У нее обзоры Потому что Здесь люди Наверное Есть с обзорами Есть Вот поэтому Целесообразно Наверное А потом Общие вопросы Мы обсудим Да Согласны Такой вариант Дальше продолжим Потому что У нас Интересная Интерактивная часть Предстоит И Слово Мы передадим Татьяне Олеговне Арчиковой У меня уже Остается Не так много Времени Но я все равно Буду К вам Обращаться У меня По презентации Раскиданы Такие маленькие Точечные Вопросы И Предлагаю Как-то Откликаться И Участвовать Если вы Не хотите Там как-то Комментировать Вслух Да и нам Не будет Времени Чтобы откликнуться На всех Можете просто Это делать Как такое Некое Упражнение С ручкой Бумажкой И потом Вы начнете Думать здесь И унесете Это Дальше Размышления Свои Томой Презентация Татьяна Олеговна У вас есть На компьютерах Поэтому можете Открыть Как она там Называется Там три презентажки Вот все Все наши Одна из них Это Татьяна Олеговна Такие рекомендации Основанные Не моей Публикации Но дополненные Моим личным опытом Про то Как написать Полезный Литературный Обзор Я сначала Думала Сделать Это Хороший Но на самом деле Очень важно Чтобы он Был Полезный Потому что Он тоже Выполняет Определенные Функции Несмотря на Отсутствие В нем Какой-то Эмпирической части А где презентация Простите Вот И Первый Шаг Это Определение Темы И аудитории Того Кто будет Читать Ваш обзор Это кажется Довольно Банальным Но Это может То или иное Определение Коренным Образом Вообще Поменять Что Вы будете В этот Обзор Включать И как В каких Рамках Рассматривать Потому что Обзор Может быть Как Самостоятельной Работой С статьей Так Теоретической Главой Вашей Диссертации Которая Пишется Или Это может Введение Введение Перед Импирическим Исследованием И Каждый раз У него Будут Разные Функции И Здесь Важно Перейти От Описательного Языка Тема Направление Предмет Объект Перейти К вопросам И сразу Начать Готовиться К обзору Задавая Самим Себе Вопрос А кому Это будет Интересно А кто Этим Будет Пользоваться И как И Интересно Ли это Вообще Нам Самим В такой Постановке Потому что Даже Получив Круть Тему От Научного Руководителя Вы Можете Смотреть На нее Как на Такую Манную Кашу Или Брокколи Которая Полезная Но Абсолютно Невкусная А можете Сформулировать Ее так Что Она Будет Источником Вашей Внутренней Мотивации Вы Действительно Начнете Над ней Работать И Здесь Очень Важно Ответить Самим Себе На вопрос На какой Вопрос Извините За тавтологию Отвечает Мой Обзор То есть Формулировать Не тему Обзора А Вопросительное Предложение Вот Может быть Кто-нибудь Готов Это сделать Да Или Письменно Сам Вот Вспомните Ваше Вот На чем Вы сейчас Работаете Даже Может быть Лучше Ненаписанные На чем Вы работаете Что Вы Обозреваете На какой Вопрос Вы пытаетесь Ответить Этим Себе И читателю У меня Обзор Современной Зарубежной Литературы Междисциплинарной А вопрос По сути дела Дискуссионный Термин Интернет Аддикция Существует ли Аддикция От чего И Насколько Должна Быть Социальная Дезадаптация Клинические Симптомы Симптомокомплекс Чтобы Приравнять Понятие Интернет Аддикция К диагнозу По МКБ-11 И ДСМ-5 То есть У вас Видимо Такой Достаточно Большой Обзор И много Вопросов И Не знаю Может быть Вы с этого И начали Сами Вполне возможно Или вы сейчас Это переформулировали Как вопросы Обратите внимание Как это Влияет Даже на слушателей Мы сейчас Ничего не зная Об исследовании Услышали Вопрос Существует ли Интернет Аддикция Это вот Ну как вам Вообще Интересно Неинтересно Стали бы Открывать Статью С таким Названием Если бы Вопрос В название Перекочевал Ну вот Я Я бы Стала Потому что Я как Специалист Не очень Люблю Такие Алармист Высказывания Что Все Значит Интернет Разрушил Жизнь наших Детей Все Пропало И мне Было бы Интересно Вот Как раз Увидеть Взвешенную Дискуссию Которую Этот вопрос Ну Мне Обещает А если бы Это была Какая-то Фраза Ну вот Проблемы Определения Интернет Аддикции Скорее Листаем Дальше Туда Где Интересней Да Вот Даже Эти вопросы Они И фокусируют Нашу работу С текстом И их же Можно Использовать Как Название Если Это такой вопрос Ёмкий Раскрывающий Да Если Если вдруг Вопрос Не придумывается То это Тоже Такой Сигнал Что Может быть Что-то Доработать В плане Может быть Что-то Доработать Вот В содержательной Части Можно Следующий Спасибо большое Вот Потом Вот этот вопрос Про типы Публикации Видимо Нас будет Преследовать Потому что Второй шаг Это Определиться С типом Обзора Обзор Не бывает Вообще И Самый Строгий Самый Близкий К естественным Наукам Это Систематический Обзор Который Основан На том Что мы Отвечаем На свой Вопрос Исследовательский С помощью Очень Четко Заданных Заранее Критериев Подбора Источников То есть Нам Не годится Все Что кажется Нам Интересным И полезным Нам Годится То Для чего Мы Заранее Задали Рамки Например Публикации На определенных Выборках Сделанные Публикации За определенные Годы Или Кстати В связи С нашей Темой Ресурсов Публикации Доступны В определенных Базах Если нам Нужно Какое-то Высокое Качество Исследований И мы Доверяем Тому Что Скопус Отобрал Лучшие Журналы С самым Высоким Качеством Исследований И тогда Мы Если находим Что-то Что кажется Нам Интересным Но Оно Не В скопусе Тогда Мы Это В каком-то Идеальном Случае Не включаем В обзор Если Мы Сами С собой Договорились Что Мы Основываемся На Таких-то Базах И Есть Много Других Способов Оформить Завернуть Свой обзор Это Может быть Обзор Методологический Про разные Подходы К изучению Чего-то Это Может быть Обзор Экспертный Который Вам Например Могут Даже Заказать Какие-то Лица Принимающие Решения Как сейчас Модно Говорить Которые Служат Для Какой-то Цели Общественных Изменений И Концептуальный Обзор Когда Мы Посмотрим Как Разные Научные Школы Разные Подходы Концептуализируют Оформляют Одно и то же Понятие Или Не одно и то же Насчет Интернет-аддикции Мне кажется Что это Может быть Похожа Какая-то Часть На Концептуальный Обзор Как с этой Идеей Концепции Обходятся И Понятно Что внутренняя Логика Будет У них У всех Немножко Разная И это Не исчерпывающий Список Просто Про то Что Обзор Всегда требует Какого-то Предлагательного Он Не обзор Вообще Всего Можно Следующую Вот Это Такая Небольшая Табличка Мы ее Не стали Переводить Она и так Красиво Спирсона Такая Оценка Своей Темы А насколько Вообще Она требует От вас Именно Обзора Понятно Что если вы делаете Эмпирическое Исследование У вас должно Быть небольшое Введение А нужна ли Обзорная Статья Вообще А вот здесь Две Оси Это Наличие Эмпирических Исследований На эту тему И наличие Уже Имеющихся Обзоров На эту тему Да Вот тут Есть Какие-то Очень очевидные Моменты Когда Империки Много Обзоров Мало Значит Нужен Обзор Когда И того И другого Много То нужен Некий Метод Такой Обзор Обзоров Что интересно Может быть Парадоксальная Ситуация Когда Империки Мало А обзоров Больше Даже Чем Этих Несчастных Исследований И тогда Самое ценное Что вы можете Сделать Это Сформулировать А что тут Еще Последовать Дальше Чтобы не Заниматься Только Спекуляциями Вот Можете Сейчас Подумать Про Свою Тему В какой Квадрат Она тут Попадает У вас Нет Вообще Все Да Вы тоже Можете Да Кто не Говорил Можно Тогда Я Начну У меня Тема Такая Заезженная Но редко Где встречается Подростковый Суицид И Так как Статья Была Вообще Планирую Написать Статью Естественно По этой Теме Подростковый Суицид Факторы Риски Так как Она Основана На моем На моей Курсовой Работе Магистрской Программы Естественно Диссертация Будет Тоже Продолжать Тему Суицидологии Именно У подростков И Получилось Так Что Выборка В принципе У меня Довольно Таки Небольшая Для курсовой Работы 44 Подростка Три Методики Которые Были Проведены На суицидальные Риски И так Далее И гипотеза Была Построена Я Я Прекрасно Понимаю Что По Обзору Ничего Нового По суицидальным Рискам И факторам Я Не смогу Сказать Это Даже Если Брать По списку Литературы Это Амбромова Одна Должна Быть Как Кладезь Но Хочется Как То Предоставить Так Потому Что Результаты Даже На Этих Трех Методиках При Этой Выборке Казались Ошеломляющие В обычной Школе Когда Суицидальные Риски У подростков Из 44 Выявлено У 5 Вот И Хотелось Бы Как То Это Все Красиво И Очень Точно И Очень Научно Скомпоновать Так Чтобы Не Было Много Актуальности Проблем Об актуальности Даже Что-то Говорить Нечего Это Насущная Проблема И Хочется Именно В таком Формате Выстроить Именно Эмпирическую Часть Чтобы Было Все 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 Заметно Все Видно И Все Прям Вот Открыл И Посмотрел И Для Себя Все Понял То Похоже Что Это Важная История Для Практики Поэтому Хочется Здесь Вообще В Продолжение В Диссертации Не Фиксироваться На Обзорной Части Потому Что Ну Она Довольно Известна И Видимо Качует Раз Есть Какие-то Там Топовые Имена Из Работы В Работу Мне Кажется Важно Было Вот У Вас Чтобы Это Теоретическая Глава Которая Все Таки Неизбежна Она Относилась К тому А что Исследовать На что Особо Обратить Внимание Может Вопрос Каковы Факторы Риска Подросткового Суицида Мог бы Трансформироваться В то А Вообще Среди Этих Многих Факторов На что Надо Обратить Внимание Какие Самые Самые Чтобы Выйти На Такую Точечную Диагностику И Рекомендации Для Практики Потом То есть Это Вот Тот Квадрат Нужен Обзор Указывающий На потребность В новых Исследованиях Но Каких Именно Новых Исследованиях А я бы Еще Наверное Сказала Вот Вы Отметили Что 5 Из 40 Там 4 И что Это Ошеломляющее А Вот По каким Данным Это Мы Должны Оценить Как Ошеломляющее То есть Может Еще Этому Посвятить Какой Татьяна Олеговна Часть Этой Интродакшн Или Какой Части Описательной То есть Какая Есть Статистика Какие Есть Особенности Потому Что Просто Вот Сказать Что 5 Из 44 Это Много И Ошеломляюще Это Мало И Недостаточно Может В этом Тоже Посмотреть А кто Что Как Там Где В каких Исследованиях И всегда Есть Актуальные Зарубежные Исследования То есть Вы же Смотрите Международную Площадку Да Здесь Всегда Можно Что-то Наренькое Почерпнуть Спасибо Вы Следующий Слайд Электрике Ну Дальше Это Такая Самая Тривиальная Часть Но Самая Долгая На самом Деле Это Про Поиск Литературы И Какие-то Уточнения Своих Требований К поиску Если Это Не Систематический Обзор С Предзаданными Жесткими Требованиями И Работа С Записями С Какими-то Своими Базами Знаний Здесь Можно Посоветовать Обращаться Ко Всяким Вот Электронным И Бумажным Разным Способом Организации Этой Информации Там Расстановки Приоритетов Но Это Целый Такой Большой Блок Навыков Многие Из которых Я думаю У вас В принципе И так Есть Можно Следующий Вот Следующий Пункт Это Соблюдение Баланса Между Узким Фокусом Про Который Мы Говорили Да Задать Конкретный Вопрос И Тем Что Все Таки Наш Исследование Вписано В широкий Контекст В чем Он Широкий Как По Сферам Исследований Так И По Времени Что До Нас Кто-то Что-то Уже Делал Поэтому Такая Структура Эта Структура Эмпирическая Как раз Статья О чем Уже Говорилась Похожая По Своей Такой Широте На Песочные Часы Мы Начинаем Этот Обзор Интродакшн С Какой-то Довольно Широкой Сферой Да Вообще Мы Про что И Конкретизируем Его Пока Не Выйдем На Какие-то Пробелы Или Противоречия Или Еще Что-то Что Не просто Является Описанием Состояния Проблемы Ее Исследований Все-таки Такой Точкой В которой Мы Спотыкаемся Понимаем Что Имеющихся Данных Недостаточно И Формулируем Гипотезу А потом Когда мы Применяем Какие-то методы Получаем Результаты Мы Снова Должны Как бы Вернуть Эти Свои Результаты Вписать Их В Более Широкий Контекст В котором Они Существуют Можно Следующий Слайд Немножечко Про верхнюю часть Этих Песочных Часов Про Конкретизацию Вот этого Вводного Обзора Здесь Картинка И это Также Применимо Конечно К Чисто Обзорной Публикации Потому что Все равно В ней Есть Некие Результаты В форме Ваших Сфокусированных Выводов Самая Узкая Часть Самая Широкая Часть С которой Все это Начинается Это Опишите Территорию То есть Тот Контекст В котором Ваше Исследование Происходит Например Это может Быть Фундаментальное Исследование Трудности Подросткового Возраста Если брать Пример С суицидом Это может Быть Исследование В рамках Рискологии В социальной Психологии Это может Быть Прикладное Исследование В рамках Школьной Психологической Службы И ее Работы То есть Вот Это Ваша Территория На которой Вы Стоите Дальше На этой Территории Обозначаете Вашу Нишу Что Вот У нас Есть Подростки Определенные Взрастные Границы Мы берем Определенные Еще какие-то Их Характеристики Для исследования Или для цели Обзора Неважно Вот Обозначили Нишу В которой Мы работаем И дальше Занимаем Эту нишу Вот Здесь Будет Наше Исследование И это Наш Вопрос На который Мы отвечаем Ответ На него Вот Мы ответили Да Вот Эту Нишу Вот Этот Наш Маленький Кружочек Закрасили Тут Можно было Еще Подумать О том Двигаясь Вопрос Исследования Которые Ваша Ниша Какая Ваша Территория Что Вам Надо Учесть Как Такие Фоновые Знания А что Может быть Лишнее И наоборот Лучше Не Включать Потому что Иногда Попытки Расширить Территорию На Всю Жизнь Начиная С Выгодского И Вильгельма Вунта Они Оказываются Не очень Полезными Давайте Дальше Вот Следующий Такой Пункт Будьте Последовательны И критичны Это Два Разных Слова Последовательность Она Как раз Касается Того Как мы Работаем С источниками И с нашей Темой Потому что Это Такое Очень Иллюзорное Впечатление Что Когда мы Сидим У нас Есть компьютер У нас Есть Доступ Скопус И мы Одни И нас Никто Не видит На самом деле Мы Взаимодействуем С этими Материалами С этими Данными И как В любом Диалоге Они На нас Влияют Тоже И Часто Возникает Такой Соблазн Что Хочется Поменять Свой Исходный Вопрос В ответ На то Какие Статьи Какие Публикации Выскакивают Вам В поиске То есть Получается Что они Как такой Немножко Настырный Собеседник Сбивают Вас С вашей Собственной Траектории И навязывают Что-то Своё Но Тогда Мы Рискуем Оказаться Такими Ведомыми И написать Ну Такой Реферат Для Третьекурсника Где Нет Вот Замысла Где есть Там Данные Но нет Какой-то Генеральной Линии И Целенаправленной Попытки Ответить Всё-таки На вопрос Поэтому Здесь Такой Важный Баланс Между Гибкостью Вашей Исследовательской И Всё-таки Удержанием Своей Линии Ну И Критичность Это Наоборот Про то Что Всё-таки Обзор Это Такой Слабый Вид Взаимодействия С окружающим Миром Если Вы Проводите Исследование И Ваша Гипотеза Не Подтверждается То Это Видно Об этом Говорят Какие-то Объективные Данные Об этом Говорят Вообще Вам Сами Ваши Участники Исследований С Теоретическими Обзорами Всегда Есть риск Пройти К тому К чему И Хотел Как Подогнать Под ответ Поэтому Здесь Надо Быть К себе Достаточно Критичными Причем Это Опять же Про последовательность Не про какую-то Там Идеальную Объективность Вы можете Честно Сказать Что Я буду Делать Обзор Например В рамках Феминистской Методологии И точно Те Источники Которые Я буду Выбирать Они будут Определенным Образом Социально Ангажированными Не попытками Нейтрально Писать Социальную Психологию Женщин Но Я это Делаю Специально А не потому Что Что-то Такое Нашла И Эти Публикации Меня Сбили С пути Можно Следующий Вот И Сбили По мере Того Как Вы С этим Текстом Работаете Он У вас Меняется Много Раз И Это Нормально Поэтому Мне кажется Очень логичным Предложение Найти Структуру Которая Идет Пунктом Номер 7 А не 1 Или 2 И Чтобы Было Удобнее Вот Эту Структуру Местами Пересматривать Хорошо Иметь Какие-то Разные Способы Планировать Текст Начиная От Такого Структурного Скелета Всяких Майндмэпов И Заканчивая Все-таки Его Таким Кратким Резюме Которое Вы пишете Не после А до Ну или В процессе Работы Над Обзором И Потом Можете Посмотреть Что у вас Там Первый Обзор Этого Резюме Стал уже Огромным Самостоятельной Главой И Взять Ножницы И это Резюме Порезать И разложить Так как Надо Вот Буквально Как вам Удобнее Потому что Несмотря На наличие Таких Опорных Точек Программок Из которых Я рекомендую Например The brain Мозг Который Позволяет Делать Майндмэпы С разными Центрами То есть Любая Любая Любой Узел Может стать Центром Очень Гибко Перестраивается Вот Примерно Так Как я Думаю Но Все равно Эта Структура Возревает В голове Процесс Коиативности Он еще Не автоматизирован Можно Следующий Вот Следующий Важный Пункт Пользуйтесь Обратной Связью И Вы что-то Видели Такое Вау Интересное Возникала ли Такая ситуация Вообще У вас У меня Возникала Такая ситуация Во-первых Поскольку Мои работы Касались Междисциплинарной Области Мне Нужны Были Консультанты К счастью Они у меня Были Это Психогенетики Врачи Детские Генетики Неврологи Педиатры И Очень Серьезные Ученые Которые Представляют МГППУ Александр Юрий Иосифович И Специалисты Как раз Суицидологи И Психиатры В Детстве И Конечно Я обращалась Соседняя школа К самим Подросткам То есть Для меня Это была Необходимость Чтобы не делать Как вот Вы сказали Имитацию Профанацию Пусть и Очень Шаблонно Как бы Сделан С виду Как бы Не придерешься Корреляции Есть Какие-то Источники Есть Для меня Это и сейчас Необходимость Я считаю Что это Обязательная часть Обратная связь Да Очень здорово Потому что У меня В презентации Это не было Запланировано Но это Прям важная Часть В современных Исследованиях Все чаще Ее Выделяют Как важную То что Участники Исследования Они просто Испытуемые Подопытные Это люди Это люди С которыми Можно Как-то Консультироваться Тоже Как ценный Источник Обратной связи Такого Инсайдерского Знания Каково Это Быть Подростком Играющим В мир Танков Или Что-то Еще И Без этого Источника Просто Информация Будет Неполной Действительно А с другой стороны Это ставит Вопрос о том А как До них Понятным Образом Донести Результаты Вот эти Корреляции Вернуть Естественно Не в виде Корреляции А в виде Такого Текста На который Они могут Отозваться И откликнуться Который Для них Осмысленный То есть Это такой Двусторонний Процесс Коммуникации Спасибо Все-таки Вот Про Еще Вторая часть Вопроса Про Какие-то Блоги Вот Можете Вспомнить Кто ваше Внимание Последний Раз Обратил Почему Это важно Подумать Вспомнить Потому что Это может быть Какой-то Вашей Ролевой Моделью С которой Вы можете Попробовать Сделать Так же Или по-своему Как он Неправильно Популяризирует Какую-то Тему Дай-ка я Сделаю Свой Блог Но Правильный И это тоже Может быть Таким Есть у кого-то Опыт Такой Только Давайте Кратенько Сжатенько Сейчас скажем Нет Потому что Сейчас скажет Я слушаю Подкаст Странго Попробую Нет Это Будешь Так Вот Но это Можно тоже Так Сделать Своей Такой Задачей Просто Раньше Не было Задачи Смотреть Там На соцсети С этой Точки Зрения Сейчас Можно Поставить Такой Вопрос Походить С ним Пару Дней И найти Кого-то Кто Вам Кажется Таким Хорошим Диалогичным Популяризатором И Попробовать Там Себе Фейсбук Что-то Написать Про Ваши Исследования Я могу Просто Добавить Что Я Вхожу Как Волонтер В группу Ученые Против Лженауки И Очень Много Ресурсов Как раз С обратной Связью В том числе Конечно Раз у меня Такая Тема То Мне Пришлось Свои Аккаунты В соцсети Завести И Безусловно Хотя Там Друзья Серьезные Ученые Такие Пиковые Варианты Когда Именно Подростковое Родительское Несогласие С общими Тенденциями Устревающими В психологии Там Всегда Набирается Умноженное На пять Количество И Люди Пишут Потом У меня Открыто Личное ЛС И они Как раз Пишут И подростки И взрослые Как раз Своё Согласие Или Несогласие Это Очень важный Момент современной Жизни Спасибо большое Вы не могли бы Ссылки на это Сообщество Ученые Против Лженауки Потом Может быть Нам прислать В ответ На нашу Рассылку Чтобы Тоже Со всеми Поделиться Как такой Удачный Формат Пример Мы На самом деле Уже Завершаемся Вот этот Пункт Тоже Упоминался Включайте И Свои Работы И Научного Руководителя Своего Если вы Делаете Обзор Про то Про что У вас Уже Есть Империка Но Тут Есть Просто Один Проверочный Вопрос Который Отметает И Какие-то Вежливые Шаги Не связанные С наукой И Какие-то Наоборот Порывы Скромности Что Изменится Если Убрать Мои Данные Мою Империку Из этого Обзора Если Теряется Суть То Не надо Быть Скромным Если У вас Там Пять Ссылок На себя Но Ничего Не Потеряется Если Убрать Четыре Из них Тогда Надо Быть Скромным Все У нас Четко Очень Что Пять Точно Нужно Три Как Менюм Вот Это Как Максимум Как Максимум Верх И Нис Мы Путаем Это Я Не Скромная Да Поэтому Так Увлекаться Не надо Но Забывать Ни В коем Случай Об Этому Вот Я Тоже Выше Говорила Так Ну И Все На самом деле Последний Совет Тоже Так Общий Баланс Между Новым И Старым Добрым Да И эти Истории Про Территорию Нишу Можно Применить Как Бы К Линии Времени Да Что Сейчас А Что Тогда И Давайте Сразу Последний Слайд Последний Не Совсем Следующий Последний Финальный Да Ну Что Главное Как Зачем Мы Пишем Обзор Это То Что Мы Опираемся На То Что Уже И Без Нас Сделали Но Тем Как Мы Это Собрали Упаковали И Попытались Ответить На Конкретный Вопрос Мы Создаем Некую Добавочную Ценность Как Говорят Экономисты Да То Все равно Прибавляется Что То Чего До Обзора Не Было Очевидным Сконструированным Или Проявленным Вот В этом Такая Магия Работы С Сухими Текстами Спасибо За Внимание Пока Мы Открываем Третью Презентацию Татьяне Олеговне Можно Задать Вопросы Кратенько Быстренько Вот А то Мы Вышли Уже Из Своих Лимитов Сейчас Слово Передаю Передаем Викторию Викторовну Пономаревой И она Как раз Расскажет Про ту Часть Часть Вашей Исследовательской Деятельности Которая Касается Того Где Искать С Помощью Чего Искать Какие Базы Научные Вам Доступны Так Как Большинство Из вас Представители Этого Университета И здесь Учатся Учились Вам Доступны Все те Ресурсы Которые Наш Университет Предлагает Подписные В том числе Это Достаточно Большой Такой Ресурс Который Вы можете Задействовать Поэтому Викторию Викторовну Передаем Слово Коллеги Мне хотелось Бы У вас Спросить Когда Вы Пользуетесь С традиционными Поисковиками С какими Трудностями Вы Сталкиваетесь Когда Ищите Источники Вот В первую очередь Давайте Назовем Их Основные Можете Сказать Какие Традиционные Гугл Гугл Поиски Да Яндекс Потому что Мусора Много Мусора Много Да И Как правило Если Гугл Поиском Пользуетесь Особенно Если Рабочный Компьютер Там Таргетирована Информация То есть Если До этого Кто-то Другой Пользовался Этим Ресурсом Допустим Он был Социологом То Как правило Будет Материал Социологического Характера Если Допустим Географ То Географического Характера Ну Понятно И Источники Источники Информации Будут Совершенно Разные Это Могут Быть Средства Массовой Информации Это Могут Быть Различные Маркетплейсы Могут Быть Журналы Могут Быть Академические Источники То есть Здесь Проблема Основная Это Наличие Информационного Шума Который Мешает Сделать Запрос Делевантным Вашему Запросу Теперь Мы С вами Коснемся Академических Ресурсов Основные Моменты Которые Характеризуют Эти Ресурсы Это Неанонимность Структурированность Постоянство И Оперативная И полная Индексация Той информации Которая В них Содержится А Также Достоверность Мы С вами Понимаем Что Когда мы Ищем Просто В интернете Мы Часто Натыкаемся На обрывки Каких-то Документов Часто За этими Документами Не указывается Ни авторский Коллектив И мы Не понимаем Можем ли мы Этому документу Доверять Вот Академические Ресурсы Как раз Позволяют Сделать Прототипы Вашего Исследования Достоверными То есть То что вы Находите Отбираете А потом Указываете В своих Списках Этот процент Ну где-то Занимает На психологическую Направленность Ну и Соответственно Есть Электронные Ресурсы Полнотекстовые И реферативные Можно Следующие Мы с вами Много Говорили о том Что нужно Искать Авторитетные Источники И есть Специальные Базы Данных Которые Являются Индексами Цитирования Такие Как Скопус Веб Офсайенс А в России Мы знаем Какие Индексы Цитирования Бывают РИНС Российский Индекс Цитирования На базе Научно-электронной Библиотеки Леврери Сейчас Мы видим Индекс Цитирования Веб Офсайенс Корр Коллекшн Здесь Представлено Четыре Индекса Периодических Изданий По Естественным Наукам Социальным Наукам И Искусству И гуманитарным Наукам А также Есть По Журналам Молодой Индекс Который Был Сформирован 2005 Пятом Году И Называется Эмержи Индекс Индекс Это База Данных Которая Содержит Помимо Библиографической Информации Помимо Мета Информации Об Источниках Еще Библиографическую Информацию И Это Позволяет На основе Анализа Списков Литературы Делать Аналитические Отчеты И Смотреть Насколько Значима Та или Иная Публикация Вы знаете Чем Определяется Значимость Публикации Коллеги Какие-то Гипотезы У вас Ссылок На работу Правильно Так А Как вы Определите Какой Журнал Вы Будете Считать Самым Импакт Фактор Импакт Фактор Знаете Как рассчитывается Да Количеством Ссылок Общее Количество Ссылок Приведено По Ну В общем По Человеку Это Общее Количество Статей Приведенное Количество Ссылок На них Если Мы Берем Классический Импакт Фактор То У нас Получается Что Мы В числителе Ставим Количество Ссылок За Отчетный Год Тех Статей Которые Собрали Эти ссылки И были Опубликованы За предыдущие Два Года Ну А в Знаменателе Как раз Количество Этих Публикаций Вы Правильно Сказали Это Действительно Отношение Числа Цитирования К числу Публикаций Но За конкретный Определенный Период Классический У нас Определяется На трехлетнем Периоде А пятилетний Импакт Фактор Например На пятилетнем Периоде Здесь Мне хотелось Бы Отметить Что Помимо Web of Science Core Collection Где Представлены Индексы Периодических Изданий Индексы По конференциям И индексы По книгам Есть еще Российский Индекс Научного Цитирования Который Является Выжимкой Из Ринца И представлен Здесь На платформе Web of Science Вы тоже Это можете Посмотреть Также Вы видите Зелеными Лампочками Отмечены Те ресурсы Которые Доступны Например На библиотеке Нашего Университета И здесь Хотелось бы Отметить Ресурс Midline И Корейский Индекс Цитирования Понаблюдать Как ведут Себя Публикации Именно там Достаточно Интересно Следующий Хотелось бы Еще отметить Такую базу Данных Как Scopus Где Содержится Более 23 тысяч Публикаций Из Периодических Содержится 23 тысячи 700 Изданий Из Более Чем Четырех Тысяч Публикаций Журналов И Здесь Опять же Большое Внимание Уделялось Именно Гуманитарной Сфере Поэтому Эту Базу Тоже Очень Рекомендуется Использовать При подборе Своих Источников Они Платные То есть Вы можете Входить В них Используя Свои Возможности Своих Организаций Университетов То есть Так просто Из дома Вы Не сможете Что-то Почитать Просто Из дома Вы сможете Допустим Почитать Из Google Школа Наверное Ты об этом Скажешь Да Виктор Здесь У нас Получается Дело В том Что В Эпоп Сайенс Ископус Они Подписываются По Национальной Подписке И Соответственно Практически В каждом Университете Доступ К этим Базам Есть И Университет Обязан Предоставить Доступ Удаленно Поэтому Вам нужно Просто Понять И найти Ту дверь Которая Ведет К вашим Ресурсам Как правило Эта дверь Находится На сайте Библиотеки Либо На сайте Университета И Мне Хотелось Бы Сказать Что У нас Стали Активно Развиваться Электронные Библиотечные Системы Это Произошло Примерно В 2011 Году И Вышли Соответствующие Нормативные Документы Которые Позволили Как раз Обеспечить Рынок Этими Электронными Библиотечными Системами Наш Университет Подписывает Две Это Университетскую Библиотеку Онлайн Здесь Более 92 Тысяч Изданий В том числе Хочу сказать Что здесь Представлены И Учебники И монографии И Другие Материалы Включая Периодические Издания Следующий Можно Насчет Электронной Библиотечной Системы Юрайт Хочу сказать Что очень Многие Наши Преподаватели Публикуются В этом Издательстве И соответственно Здесь Вы найдете Большой Массив Книг Который Посвящен В том числе Тематике Поддерживаемой В нашем Университете Но применительно Извините Комментарий Применительно К научным Публикациям Вы понимаете Что ссылки На учебные Пособия Или словари Какие-то Не приветствуются В научной статье То есть А Юрайт Как раз В основном Специализируется На учебных Пособиях Поэтому тут Хорошо Представлена Психология Но на уровне У учебников А не монографии А вам нужна Научная литература Поэтому Это хорошо Но Для собственной Публикации Там Обзора И прочее Этого Нет Достаточно Но если Вы Работаете С терминологией И Выверяете Ее То как раз Пользоваться Учебниками Учебно-методическими Пособиями Ну Рекомендуется А к сожалению Когда мы Сталкиваемся С обзорами Очень часто Терминология Гуляет И Видно Как автор Распыляется И не может Уловить Ту тонкую нить Которая Повозволяет Ему Связать Свои мысли И обеспечить Именно Той терминологией Которая Для Его тематики Является Актуальной Мне Хотелось бы Отдельно Сказать Про Издательство Эльзевир Это одно Из крупнейших Издательств Которое Кстати И содержит Скопус Которое Одним Из первым Стало Предоставлять Свою информацию В электронном Виде Представляете Здесь порядка Двух тысяч С половиной Журналов Принадлежащих Только Этому Издательству Соответственно Они Начиная С 2004 Года Сделали Свою Платформу И стали Предоставлять Информацию Практически По всем Журналам В электронном Виде Также Здесь у нас К сожалению Нет времени Но на платформе Science Direct Есть специальный Ресурс Который Позволяет Посмотреть Какие Журналы Здесь есть Какие Сроки По Предпечатанной Обработке Рукописи Соответственно Мы можете Спрогнозировать Когда Вы Опубликуетесь Там И какой Журнал Выбрать Который Подходит Вам Не только По тематике Но и По тем Срокам Если Вы Учитесь В аспирантуре В магистратуре То соответственно Ваши Публикации Должны Выйти В определенный Срок И вы Должны Это Прогнозировать Это Зарубежные Да Это Зарубежные На английском Язаке Соответственно Не говорю А вы А вы Вообще Можете Сказать Какие Издательства Зарубежные Ведущие Пять штук Вы знаете Эльзи Процентов Абликации Названия Библиотеки В том числе Нашего Университета Можно Следующий И мне Хотелось Бы Еще раз Сказать Про Google Scholar А кто Из вас Пользуется Сколором Поднимите Руки Ну Все Встречный Вопрос А Каким Поиском Вы Пользуетесь Рашид А профили Кто-нибудь Делал Свои С чего Мы Начали Как раз С вами Разговор Да Я хотела Показать То есть Смотрите Что Получается Мы Когда мы Задаем Просто Поиск Мы Фактически Делаем Запрос В никуда Поэтому Рекомендуется Когда вы Пользуетесь Академическими Ресурсами Открывать Расширенный Поиск И Уже По атрибутам Используя Свои Поисковые Выражения Делать Уже Точечный Поиск И всегда Идите От общего К частному Если У нас Существует Например Какой-то Запрос Например Психотерапия Ребенка То сначала В Эпоп Сайенс Мы ищем Психотерапию Смотрим Какое количество Записей Находится А уже Потом Этот запрос Сужаем И Делаем Более Целенаправленно Здесь Мне Хотелось Бы Сказать Что В любом Университете Вам Должны Предоставить Данные Для того Чтобы Вы могли Этими Ресурсами Пользоваться Удаленно Здесь Представлено Что Вы должны Взять Библиотеки Нашего Вуза Но я Думаю Что В каждом Вузе Есть Такая Возможность Да Здесь У нас Получается Наша Электронная Библиотека Здесь Подчеркивается Что Есть Электронный Каталог И Есть Удаленный Доступ К Электронным Ресурсам Сводный Каталог Подписных Ресурсов Как раз Здесь Вы найдете Всю Подписку Которая Есть В университете Более Того Если У вас Будут Сложности С Поиском Материала Вы можете Позвонить Мне Написать И я Вам разрешу Если вы Из другого Вуза Прийти В нашу Библиотеку И поработать С электронными Ресурсами Вот И подскажу У нас Мы Выбиваемся За график Или я могу Мне еще Хотелось бы Сказать Что Мимо Тех Ресурсов Которые У нас Есть Полнотекстовые Реперативные Цитатные Существуют Еще Специализированные Ресурсы Которые Позволяют Работать Библиографией И управлять Ею Вы Такими Пользуетесь Нет Мы Не Видим Это Ресурсы Типа Энднота У меня Этот Ресурс С ним Можно Обнакомиться На платформе Вопов Саймс Вот Я Специально Для вас Скачала Новое Руководство Пользователя Тут Написано Как его Установить Как настроить То есть Что получается Вы Можете Для каждого Журнала Список Литературы На основе Своего Строить Автоматически Вам не надо Его Переоформлять Перегенерить Энднот Что сделает Для вас То есть Читая Тексты Вы можете Сохранять Ссылочки На Какие-то Статьи Которые Вам Интересны Вот С помощью Этой Проги Что ли Там Программки То есть Вы Делаете Запрос В Вопов Сайт Отбираете Те источники Которые Могут Вам Вы Можете Эти источники Забирать Себе В Вод Рассказать Отсылки Ну и Соответственно Их Переформатив Особенно Это актуально Для Зарубежных Журналов У нас Есть Специфические Требования В наших Журналах Но вот Для зарубежных Это очень Очень Полезно Но все равно Даже для наших Если вы Будете там Себе списки Литературы По темам Собирать Чтобы Это не терялось Очень удобная Такая корзиночка Которая вам Систематизирует Ага Я вот по суицидам Сейчас себе Списк литературы Составлю Хоп-хоп-хоп Все собрали Потом его Откорректировали Под любые нужды Но у вас Собирается Контент В вашем аккаунте Новском И смотрите Когда Вы завели Профиль Google Scholar И у вас Отображается Красивая картинка С этими С вашими Цитированиями С вашими Публикациями Вы также можете Выйти на профиль Других авторов И более того Если этот автор Вам подходит Вы можете В EndNote Прямо Из Google Scholar Загрузить Все его публикации И у вас Уже Будет Тот массив С которым Вы можете Работать А можно еще? И вот здесь К сожалению У меня нет Времени На таблички Когда вы Работаете С Google С Google И Яндексом У вас Есть полезные Помощники Можно Первый Эти полезные Помощники Это операторы Специальные Которые позволяют Как раз Вить точно В цель То есть Вы можете Искать Прицельно На каком-то Сайте Как есть В первом Примере Также Вы можете Искать Ссылки На определенный Сайт И на определенную Страницу И также Вы можете Выбрать Вы знаете Что этот сайт Вам подходит И вам Нужен Расширить Свой Кругозор Вы можете Провести Поиск Используя Третий Оператор И уже Находить Страницы С похожим Содержанием Также Кто-нибудь Использовал В своей работе Булевый Оператор Вы знаете Что это такое Это тоже Наши помощники Это Ор Энт И так далее То есть Или И И И нет Они позволяют Строить Серьезные Запросы Которые Как раз Позволяют Найти информацию Более прицельно К сожалению В рамках Этого Занятия Мы не можем Все это Потробовать Но вот В рамках Того курса Который Предлагается Факультетом Повышения Квалификации Мы Сможем Настроить Инкнот Посмотреть Как он Работает Посмотреть Использование Операторов Расширенный Поиск Вебовсайз Поэтому Если Вас Интересует То Можно Обратиться Да Эти операторы Работают Не только В гугле А вебовсайз То есть Это Достаточно Универсальная Тема Ну Есть свои Нюансы Да Есть нюансы И вот В Яндексе Тоже есть Пример Вот этих Операторов Я взяла Именно Те Операторы Которые Могут Вам Спасибо Меня зовут Ксения У меня вопрос Про Содержание Статьи Про Сочетание Теории Импирики И Сначала Я думала Что у меня Когда я ознакомилась С руководством Что у меня Импирическая Статья Но Сейчас Когда мы Рассмотрели Уже более Подробно Я поняла Что Скажем так Введение В проблему В Импирических Статьях Достаточно Маленькое Но У меня Достаточно Большой Литературный Обзор И у меня Делается Акцент На Подход К концептам То есть Это Больше Скорее Концептуальный Обзор Затем Делается Выбор В пользу Какого-то Определенного Подхода К концептам Затем Переходит К Непосредственно Операционализации И затем Проводится Импирическое Исследование Я Думала На протяжении Семинара Поняла Что Это сложно Вместить В Введение В проблему В эмпирической статье В связи с чем У меня вопрос Как бы Как мне лучше Оформить Оформить Мою работу Смотрите Первый путь Вы можете разделить На две публикации Если у вас Полноценный Такой аналитический Обзор Из этого получится По конкретной Проблении Вот Татьяна Олеговна Нам рассказывала Как это С исследовательским Вопросом Лежащим Во главе Угла То прекрасно Возьмите Сделайте Из этого Обзор А кратко Сведение В проблему Постановка Этой проблемы С определением Тезауруса То есть Вот терминологическую Часть Это обязательно Нужно сделать И не только Опираясь На учебные Пособия Это как бы Для себя Только На те Публикации Теории Которые лежат В основе Теоретика Метеорологическая Это очень важно Терминологический Такой характер И какие-то Актуальные Может быть Точки Содержательные Отметив В введении Широкую Хорошую Полноценную Эмпирическую Часть Это может быть Две публикации Мы не видим Ваш материал Но такая Хорошая рекомендация Вам могла бы быть Получите Два в одном Спасибо Да Представьтесь Не забудьте Меня зовут Нина Дополнительный вопрос Вот как раз К предыдущему вопросу А две публикации В одном журнале Должны быть Или в двух разных Потому что у меня тоже Очень похожая ситуация У меня тема Психосоматика Был очень объемный Обзор По Всем И там были у меня Иммонографии Статьи Иностранные И отечественные За последние пять лет То есть у меня там было Около ста источников За последние пять лет И также проведено Абсолютно полноценное Исследование Эмпирическое То есть Если вот так делать Две актуальные статьи То тогда они все-таки Должны придерживаться К одному журналу Либо вот В зависимости Ответ Очень простой Конечно Можно в разных Только Вы смотрите тоже Если статья Выходит Пораньше И она Можно даже Инпринт То есть в печати Указать Если она Уже принята В другом издании То есть не забывайте Отсылать читателя Если это уже Принятая статья Или опубликованная К публикации По этой же теме Вашей же Либо Укажите Допустим Вы империку пишете И Скажите Что обзор Вот такой То есть кратко На один Обзор Просто скажите Какая работа Была проведена Ровно так же Может быть Ну в обзоре Это не обязательно Совсем Империку Но В империческом Исследовании Теоретическая Часть Обязательно Если вы Упомянете Так или иначе Ваш вклад Да И в обзорную часть Что вот где-то Это есть То это очень хорошо Сделайте это Опишите это А разные журналы Вот мы когда с вами Говорили о том Что у нас Специфика журналов Разная Современная Зарубежная Психология Ваковский журнал Прекрасный Сетевой Вот там Обзоры По тематикам Виктория Викторовна Комментирует Может если что По этому журналу Есть Какие-то вопросы Там обзоры Просто Они по разным темам И Прекрасно Вы подаете Империку В какой-то Профильный журнал Для вас По теме Профильный А обзор Вот допустим В современной Зарубежной Такой консенсус Хорошо работает Обычно А темы Там должны быть Разные Или формулироваться По-разному Либо может быть Разные Конечно Это две у вас Будут полноценные Разные статьи Но просто Содержание Вернее предмет Изучения У вас будет Один Соответственно Он и должен Где-то Отражаться В названии Вот опять-таки У нас сегодня Мало времени Но коллеги Вот там Нет Нет Предыдущий Покажешь Если он Покажется Вообще Здесь ничего нет На экран Посмотри На экран Вот Значит Есть более Такой полный Курс Да Где мы Как раз Рассказываем Как формулировать Тему Как Аннотацию Писать И так далее Если есть желание Можно Подумать Вот Над расширенным Вариантом Обучения Но это не только мы В принципе Такие курсы Есть То есть Вот в темах Формулировка темы Это такая важная Часть Вашей работы В том числе Как автора Да Здесь есть свои нюансы Но И там и там Должно быть Отражено Содержание Вашего Вашего Научного Интереса Потому что Эта тема Будет С вами Потом Ассоциироваться Как с исследователем Ага Кто там Пишет У нас По По суицидам Оп И понятно Сразу Да Вот Одна Статья Другая Потому что Все базы В первую очередь Малкометрические Какие-то Сейчас же Гугл Гугл И все такое Они ищут В первую очередь По названию Гугл Смотрите Еще у нас В электронной Библиотеке Есть все ВКР Выпускные Квалификационные Работы В открытом Доступе Они у нас На уровне Авторефератов То есть Вы Когда Свою тему Прорабатываете Вы можете Посмотреть Что Ваши Коллеги Студенты Опубликают Ну да Так Вопросы Еще Друзья Как-то Разного Уровня Вопросы Пожалуйста У меня Вопрос К Викторию Викторовне Наверное Если у меня Обзор У меня было Более 300 Материалов Но они В основном Практически 10 и 50 Зарубежная Англоязычная Литература Это Скорее всего Можно Статью Это Можно 10 10 статей Написать С этим Источник Либо Как-то Сократиться Нет Я имею Ввиду Что Если Больше Зарубежных Авторов Тем более Междисциплинарная То это Современная Зарубежная Психология Скорее Обзор Да Можно Я Еще Пишу Дело В том Что Современная Зарубежная Психология Приветствует Не только Обзор Зарубежных Источников Но и Аналитику Российских Источников И сопоставление Зарубежной Действительности С Российской Поэтому В статье Приветствуется Не только Когда Список Состоит Плоть Из всех Зарубежных Источников Но и Присутствуют Российские Я Я Поняла У меня Именно Почему В гармоничном Сочетании Потому что По сути Дела Базеру Свои Современная Работа Вот В плане Как раз Интернет-аддикции И проблем С киберпсихологией Согласитесь Зарубежной Литературе Поэтому Да Там Будет Небольшая Часть Ну хорошо Давайте Делайте Да Спасибо Вот еще Вопрос Меня зовут Евгения У меня Несколько Вопросов Первый Из которых Я бы хотела Публиковаться Со своим Научным Руководителем Это возможно Да Конечно В таком Случа Мы можем Выбрать Любой Журнал Потому что Мне Подходят Оба Журнала Какая Широта Взгляда Психолого Педагогические Исследования Нам подходят По теме И Психологической Наукой Образования Вот Поэтому Мы можем Про нюансы Мы с вами Говорили в начале Само собой Да А какая тема Адаптация Зарубежных Учебных Пособий К условиям Образования В российской Школе Ну да Оба Варианта Возможны Но мы Понимаем Что нужно Под каким-то Определенным Углом Это Просто Подавать Ну наверное Исследование У вас Там Проясняет Ну у нас Будет Исследовательский Вопрос За этим Стоит Теоретическая Статья Потому что Проделана Очень большая Теоретическая Работа То есть Была Создана Технология И это Технология Технология Именно адаптации И эта Технология Уже в рамках Аспирантуры Будет По каким-то Определенным Может быть Критериям Проверяться Потому что На данный момент Она создана И опробирована Только частично Поэтому Никаких Там Эмпирических Данных Скорее всего Не будет Кроме опроса Самих преподавателей Вот Поэтому Мы решили С научным Руководителем Что это Будет Теоретическая Статья И Соответственно Вытекает Еще один Закономерный Вопрос Данных За последние Пять лет Практически Нет По данному Вопросу Многие Считают Что Это Уменьшает Актуальность Темы Но мы С научным Руководителем Думаем Что Просто Тема Довольно Непростая Поэтому Адаптации На любых Языках В любых Странах Нет Такого Нет Мы смотрим Довольно Узкую Тему Это Адаптации Именно Аутентичных Источников Информации Для Школьников Значит Это тоже Нужно Прописать В актуальности И совершенно Правильно Если Этого Нет Или мало Об этом Нужно Сказать Что Вот Есть Вот Это Максимум Что Есть Недостаточно Просто При просмотре Списка Литературы Не возникнет Вопросов У Как бы Рецедентов Что Нет Ну вы же там Понятия вводите Еще что-то То есть Вы же Литература Не просто Там Именно Конкретно Адаптации Вот Учебных Пособий В школе На таком-то Возрасте Этого Мало А в принципе Даже Проблема Как бы Проблема Состоит Из каких-то Блоков Звеньев И по каждому Эту звену Вы даете Теорию В том числе Там Или какие-то Примеры Там 15 источников Это вот такой Ну как бы Нормальный Старт Для того Чтобы как-то Рассмотреть Вашу публикацию 10 Это уже Редакция так Скрипит Напрягается А что Человеку Нечего сказать Больше Нет Вопрос не в количестве А вопрос За последние 5 лет Количество публикаций Именно за последние 5 лет Ну да 5-10 Вот это Как бы Такая вещь Потому что Ну действительно Некоторые темы Они за 5 лет Еще Ну как бы Только может Начинаются Или как-то так То есть это может быть Даже говорит О быстрее Науки Да Поэтому Тут Рецензенты И редакция Подходят разумно К этому вопросу Даже Не переживайте Спасибо Большое Хочется добавить Что Журнал Психолого-педагогические Исследования И психологическая Наука И образование Содержат В своем названии Психологическую Составляющую И это в том числе Очень важно Учитывать При написании Статьи Что это не просто Образование И не просто Педагогика А Психология Должна присутствовать Спасибо У меня возник еще один вопрос По поводу источников Вот как задавали вопрос Про иностранные источники Дело в том Что у меня Два русских источника А все остальные Зарубежные Но у меня Тема геймификации В онлайн образовании Поэтому Это достаточно оправданно И поэтому Возник вопрос Есть ли ко мне Какие-то рекомендации В том плане Что нужно ли мне Может быть Выбрать журнал Современные Зарубежные Психологические исследования Или еще что-то И второй вопрос По поводу Публикации статьи На двух языках Можно ли Одну и ту же статью Публиковать На английском языке В зарубежном И на русском Нет, конечно Но Мы Пишите что-нибудь еще На английском языке Публикуйте Делайте ссылку На Публикацию У нас Мы вам поаплодируем Стоя Если вам это Хочется То есть Это повысит Как бы цитируемость Издания И вашу Личную Цитируемость Относительно Первого вопроса Какой журнал По гигиенификации В образовании Это может быть Если это обзор То современные Зарубежные Прекрасно Ляжет И вообще Тема интересная Мне кажется Она пойдет на ура Да И редакция Воспримет Позитивно Вот По поводу Эмпирики Это первые два Это психологическое Малкое образование И Психологи Педагогические исследования Если у вас там Нет Клинического Компонента Вот То есть Аддикции Вот эта вся история Тогда это можно было бы Или в консультировании Смотря как там подано Либо в клинику Если нет То это вот Два журнала И если у вас там Теоретическая база Культурно-историческая Вдруг Деятельностная То тогда Нужно было бы Повернуть туда Нет Тогда для вас Выбор двух журналов Только между двумя Еще какая-то Миньба Вот У вас в вопросе Ну ладно Значит Не судьба Мне ответить На Что-то такое Вы сказали Что мне хотелось бы Ладно Спасибо Да Вопрос еще такой А если уже была Публикация тезисов С определенной Естественно Темой Тему нужно уже Будет менять Потому что Статья естественно Будет более расширена И более Да конечно Да и вот я вспомнила Что хотела вам сказать По поводу Английская и русская У нас Есть Возможность Так как вот Я В самом начале Говорила Что есть Digital Identity Member То есть Двое вот эти У статей И статьи Сложить два и два То что Есть Идентификация Статей И они Индексируются В зарубежных базах А Если вы Присылаете нам А в правилах Это прописано Свою статью С переводом Полнотекстовым У вас есть Прекрасная Замечательная Возможность Публикации Этого перевода На портале Психологических Изданий Если это Допустим Печатный Журнал Вот я немножко Принесла Можете кстати Взять Пощупать Полистать Журнал Просто как Пример Спасибо Виктору Викторов Вот То там Конечно Перевод мы Не опубликуем В каких-то Крайних Случаах Мы вообще В принципе Англоязычные Номера делаем Но это Редко Когда бывает Но на английской Витке Обязательно Появится Ваш перевод И на него Именно Будут приходить Зарубежные Коллеги Из всех То есть Искать Там Генификацию Будут И ваш текст Полнотекстовый Текст Будут читать То есть Это Большой плюс Если вы Пришлете Перевод Своей статьи Сделайте Вот Сами Наш переводчик Это проверит И мы Его опубликуем Онлайн И По поводу Названия Да Естественно Там Если у вас Тезисы были Как-то Названные И статья Сходным образом Лучше не надо Просто Содержание Сохранять Но Названия Конечно Должны быть Разные Спасибо У меня есть Один Небольшой Дело Вот В чем Выступление На конференции Оно Было Про Обзор Истории Кукол И Для статьи Такой тематики И для По содержанию Я буду Опираться Должен Опираться На Разного Рода Источники Которые Являются Достаточно Сложно Представленными То есть Это Может быть Сайт Со статистикой Продаж Это Достоверная Информация Но Как мне Вставить Чего Как Списка Литературы Если Это Официальный Сайт Социальной Статистикой Вот Если Вы Опять Вернетесь К правилам И Там Есть Именно Это Тоже Потому Что И В Самих То есть В этом Разделе Оформление Списка Литературы Транслитерации Есть Небольшое Оглавление В котором Перечислены Все Существующие Источники А далее Вы найдете Правила Их Оформления Вот я пишу Однотомные Многотомные Правильно Можно и на сайт Сослаться То есть Если Вы делаете Ссылку на сайт Это Тоже Возможно И Пожалуйста Делайте Это Даже На Ютуб Канал Какой Нибудь Это Тоже Адрес Сайта Пожалуйста Я не смог Найти Пример Вот Смотрите Здесь Есть Типа Библиографических Источников В том числе Многотонные Издания Материалы Конференции Электронные Ресурсы Примечания Для Как оформлять Вот здесь Все источники Существующие Представлены И важно Опять учитывать Что они Эти источники Оформляются По-разному Тем не менее Вы можете Пожалуйста Это очень Хорошо Если Вы вышли За рамки Каких-то Академических Текстов И хотите Там Ссылку На Лекцию Чью Если Это Официально И Вы Под этим Подписывайтесь Как Автор Что это Полезно Для того Чтобы Оценить Научное Содержание Вашей Статьи Имейте Ввиду Что Список Литературы Это Не просто Формальность Это Список Литературы Оценивается По спискам Литературы В том числе Оценивается И ваше Содержание Насколько Он свежий Новый Сколько Там Процент Статей Более 50 лет Статей Книг И так далее Это уже Считается Чем-то Стареньким Настораживающим Допустим То есть Должны быть Актуальные Свежие Публикации В списке Литературы Они должны Иметь Быть Тоже По возможности Цитируем Мы Поэтому Подбор Источников Для вас Должен быть Помимо Релевантности Вашей темы Еще и Значимость Каждого Источника Должна Вами Учитываться Потому что Это важно Это ваше лицо Лицо Вашей публикации Вашего Исследования Списка Литературы Это неформальная Вещь И не забудьте На себя ссылаться Если Хотя бы разочек Или на своего Научного Руководителя Потому что Вы же В контексте Его работ В том числе Пишите Правильно Вы же В коллаборации Такой Научной Работаете Не забывайте Это делать Я хотела Обратить внимание На количество Источников В списке Литературы Конечно Это очень Неприлично Если их Будет Меньше Десяти А для Обзоров Вот сейчас Татьяна Вам Расскажет Для обзоров Это вообще Сорок источников Минимум Я бы хотела Еще Покомментировать По сути Вопроса Немножко Сделать Шаг Назад Или выше В контекст В каком Контексте Появляются Эти ссылки На сайты Производителей Или продавцов Игрушек Потому что Одна ситуация Когда это Используется В тексте Как иллюстрация Какой-то идеи И это одна ссылка И действительно Лучше вставить В список Литературы А может быть Вы смотрите Статистику Продаж Каких-нибудь Спайдерменов В разных Городах И тогда Получается Что это Часть Не обзорная А это Ваше Кабинетное Исследование Эмпирическое Тогда у вас Может появиться Например Табличка С данными И будет У вас Список Сайтов Магазинов Одним из Столбцов Таблицы А дальше Будут эти Какие-то Данные И которые Вы по ним Собрали Это может быть Не обзорное Исследование Такое Кабинетное Исследование Рынка Спроса И чего-то Еще Понять Насколько Это чистый Обзор Или не Совсем Обзор Спасибо Я вас Благодарю За то Что вы Пришли Мужественно В такой Летний Прекрасный День Хорошего вам Дня И будем На связи Счастливо Спасибо Спасибо